Такой идеи ещё не было нигде, ни на зарубежном ютубе, ни на русском. Встречайте уникальную идею. Сегодня я буду выживать сам против себя. Каким же образом я планирую всё это дело провернуть? Смотрите, тут всё очень просто. Мы сядем с вами играть за Астрию. Попробуем сделать из Австрии великую державу и, конечно же, выжить против Третьего Рейха. Если у нас оборона пойдёт гладко, то мы пойдём захватывать Третий Рейх. И когда мы возьмём Берлин и многие другие города Третьего Рейха, я просто перейду за Третий Рейх и буду уже выживать против самого себя. Против очень сильной на тот момент державы. Мне кажется, вам понравятся данные идеи. И если вы хотите больше таких интереснейших челленджей-испытаний, то с вас обязательно лайк, подписка и комментарий. Наберётся 5000 лайков, я приступлю к созданию следующей части. Как я планирую развивать нашу страну за Австрию? Дабы выжить против Третьего Рейха, я решил пойти с вами по пути коммунизма. Так как за коммунизм у нас тут интереснейшие бонусы на нашу армию. Скорость восстановления дивизий, атака на национальной территории. Да и благодаря коммунизму можно будет взять прирост еженедельно людских ресурсов плюс 500 человек. Благодаря уникальным механикам генштаба. По армии я буду играть через пехотные шаблоны 18 ширины фронта. В поддержке артиллерия и сапёрная ротка. Ничего лишнего. Основная моя задача скопить очень много пехотного вооружения и сделать боеспособную армию. Как минимум, на начало войны с Третьим Рейхом у нас должно быть 30 дивизий пехоты. Если мы сможем выполнить этот план, это благоприятно скажется на наши обороноспособности. Вкупе с бонусами на нашу армию, которую я планирую в будущем получить, мы получим с вами хорошую пехотную армию. С течением времени я продолжаю развивать Австрию, как считаю нужным. Я решил также усилить Австрию, поэтому в будущем мы с вами нападём на Венгрию. Дабы Венгрия не ударила нам в спину, когда мы будем воевать с вами с Третьим Рейхом. Я очень сильно этого боюсь. Нам просто не хватит ресурсов никаких, чтобы закрыть сразу несколько фронтов. По технологиям я делаю основной упор на скорость производства вооружения, на базовые станочки и прочее. Также на пехотное вооружение. Чем новее у нас будут технологии, тем сильнее будет наша дивизия. И вот, наступил тот долгожданный момент. Мы с вами перешли в коммунизм. Отлично, теперь в принципе можно двигаться дальше. Сразу я начинаю оправдывать цель войны против Венгрии. К тому моменту, как мы начали оправдывать цель войны против Венгрии, я уже получил некоторых хороших политиков, ТРВ и начальников к себе на службу. У нас есть бонусы теперь на атаку и оборону наших пехотных дивизий. Очень хорошие бонусы. На скорость восстановления дивизий. И еженедельно к нам приходит по 500 человек из людского резерва. Благодаря механикам генштаба. С такой базой уже можно что-то делать. Кроме того, наша армия, как вы видите, развивается в ускоренных темпах. Я прекрасно понимаю, что скоро, возможно, будет аншлюз и нужно готовиться к неизбежному. Спустя 200 дней началась моя война с Венгрией. Война моя проходила с Венгрией очень и очень легко для такой маленькой страны, как наша. Я использовал вынужденную атаку и просто пробился своими пехотными дивизиями на равнинах противника. По национальным фокусам и ивентам противник наш никуда не продвинулся далеко, чтобы иметь хорошую армию. Боеспособную, самое главное. Мы этим, конечно же, пользуемся и без проблем делаем котлы, которые вы видите сейчас на экране. После захвата Будапешта и некоторых других важных городов Венгрии, Венгрия капитулировала. Отлично. Что я теперь делаю? Я захватываю практически всю Венгрию и делаю марионетку в лице малюсенькой Венгрии. Объясню, зачем я это сделал. Дабы создать потом свой альянс. Чтобы в случае чего, к астре в альянс не вступил Советский Союз и наоборот. Нам это не нужно. Кроме того, Венгрия усложнит нам геймплей будущим за Германию. Она будет производить дивизии, делать пехотное вооружение и поставлять его Австрии. Таким образом, Австрия будет практически постоянно снабжена от своей марионетки пехотным вооружением. Наша война с Третьим Рейхом, оборонительная война за нашу независимость, начнется буквально через пару недель. К этому моменту я даже продумал тактику. Что мы будем делать? Мы будем оборонять всю нашу границу с Третьим Рейхом. Я думаю, нам хватит ресурсов и самое главное сил, чтобы проводить успешную ротацию и в случае чего закрывать проблемные зоны. Мы выстоим. Скоро выходит новое дополнение для Хойки 4. Все мы знаем, какие сейчас проблемы с оплатой в Стиме. Поэтому купить новое дополнение и будущие игры от Продокс Интерактив можно на замечательном сайте, которым я сам пользуюсь. Купикод. Позвольте мне показать, насколько это просто покупать игры через Купикод. Мы выбираем свой регион, оставляем ссылку на свой профиль и, конечно же, вводим мой эксклюзивный промокод, который вы видите на экране для дополнительной скидки. Промокод дает 10% скидки и его применение ограничено, успей воспользоваться этим предложением. Дальше просто нажимаете оплатить и вот она, ваша игра, в несколько простых шагов, легко, быстро и безопасно. И это только начало. Помимо простоты, Купикод предлагает самые низкие цены на рынке для покупки игр гифтом. На сайте есть именно раздел «Недоступные в Российской Федерации». В этом разделе вы сможете найти любую игру, которую только пожелаете, и приобрести ее для своего аккаунта. Вы думаете, что это все? Нет-нет. Купикод не требует от вас никаких паролей или других личных данных. Просто ссылка на аккаунт и безопасность вашего аккаунта остается под надежной защитой. Моментальная доставка. А если вы хотите еще больше бонусов, на Купикод вы можете авторизоваться через ВКонтакте или Телеграм и получить бонусные рубли для своих покупок. Пост ВКонтакте после покупки также приносит дополнительные 25 рублей. Кроме того, для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Этим, друзья мои, надо пользоваться. В общем, ссылка на этот замечательный сервис в описании и в закрепленном комментарии. Забегайте на Купикод, закупайте игры, пароходов и дополнения от них же по скидкам. И не забывайте вводить мой промокод для дополнительной скидки. Открою вам маленький секрет, ребят. Покупать игры через мой промокод даже выгоднее, чем пополнять баланс Тима через Kiwi кошелек. Поэтому пользуйся, пока есть возможность. А мы возвращаемся к нашей истории. Война с третьим рейхом началась для нас более-менее нормально. Я ожидал, что будет более худший вариант развития событий. Немецкий генштаб решил действовать по старой доброй тактике. Упарываться до потери пульса. Немец, конечно, обладает технологическим преимуществом, численным. Но у нас есть полезные для нас бонусы. Есть несгибаемая сила духа и, конечно же, ротация. Ротация спасает наши дивизии от неизбежного поражения. Командование третьего рейха пытается занять в холмы возле нашей столицы Вены. Мы не позволяем это делать благодаря успешной ротации. Выводим ослабевшие наши подразделения, которые отдали все свои силы на сдерживание противника. И подводим новые бригады, которые вступают в бой вместо ушедших наших бригад на восстановление. Таким образом, противник вынужден постоянно нас атаковать, теряя своих солдат, снаряжение и, самое главное, истощаясь. Спустя пару месяцев боевых столкновений мы смогли сами организовать даже первый наш котел. Третий рейх отжал Судейскую область у Чехословакии. Отвел туда небрежно свои войска, дабы создать новый фронт с нами. Мы его перехитрили и взяли огромное количество вражеских войск котел. Истощили. И уничтожили. Потери Третьего Рейха все усиливаются и усиливаются. Они становятся уже катастрофическими для командования Третьего Рейха. Но что поделать? Это все наше грамотное планирование, наша грамотная оборона и в будущем грамотная атака. Спустя практически год боевых столкновений вы видите ситуацию на карте мира. Дополнительно, посидев в обороне, я перешел контрнаступление, которое обернулось для нас значимым успехом. Мы уже с вами находимся на территории Германии. И углубляемся все глубже и глубже самое сердце Третьего Рейха. Наша задача дойти до Берлина и занять как можно больше вражеских территорий. Кроме того, нам нужно с вами постоянно уничтожать вражеские дивизии, зажимать их котлы. Самая главная задача ослабить и так уже потрепанную и уничтоженную немецкую армию, чтобы нам было тяжелее. Единственная проблема, с которой я сталкиваюсь, это то, что нам не хватает снаряжения. Но как мне это исправить? Я это уже исправил несколько лет назад, когда перешел в коммунизм. Благодаря тому, что мы стали коммунистической державой, Советский Союз постоянно нам отправляет винтовки, дополнительное оснащение и артиллерию. Мы воюем, можно сказать, импортным снаряжением в основном. Наше собственное вооружение в основном уходит на гарнизоны и дает нам баланс, чтобы наши бригады оставались боеспособными до конца нашей войны с Третьим Рейхом. Если война, конечно же, окончится. Мы захватили Берлин, а кроме Берлина захватили еще множество важнейших городов Третьего Рейха. Третий Рейх находится на грани капитуляции, а это значит, что мы переходим на сторону Третьего Рейха. Меняем с вами нашу страну и будем сейчас выживать, как бы так сказать, против себя же? Против своей же страны, которую я строил в самом начале нашей партии? Против своих же бригад? Против своих же генералов, солдат? Ну что поделать? У нас такой челлендж. Пока мы с вами не поменялись странами, такие вот у нас на данный момент потери. Австрия. Моя Австрия потеряла 200 тысяч солдат убитыми. Третий Рейх потерял полтора миллиона. Я попал в ситуацию, которая даже хуже, чем НЗИК 1945 год. Я вам серьезно говорю. Выживать против самого себя это очень и очень трудно, потому что ты построил уже сильную мощную армию. Генералы твои обученные, солдаты подготовленные, военные политики на готове. И вся эта мощь сталкивается об тебя же. То есть ты по факту воюешь с зеркальной копией себя же. Зеркальной копией страны, которую ты будешь сейчас строить. Чтобы выжить, придется сделать новую линию обороны. Мы должны с вами защищать Гамбург до последнего Арийца. Если падут у нас некоторые города, кроме Гамбурга, мы тоже капитулируем. Поэтому сейчас самое главное создать линию обороны и вернуть Берлин под свой контроль. Если мы просрем Берлин окончательно, то мы с вами, к сожалению, капитулируем. Австрия сейчас сильнее нас во всем. По дивизии, по пехотному вооружению. Да у нее даже добровольцы есть. Пользоваться помощью Италии и других стран я не стал. Италию я уже выгнал из Альянса. Буду сам решать, что мне делать. Я проиграл. Да, ребята. Вот такой вот сюжетный поворот и я проиграл. В ни в одном ролике, который выходил у меня на ютубе, я не проигрывал ни одной стране. Постоянно были победы, но сейчас, как вы видите, да. И я проиграл в своей же бывшей стране Австрии. Она меня схлопнула, и я ничего не смог сделать. Но не расстраивайтесь, дальше у нас будет продолжение ролика. Просто я хочу сказать, что я использовал загрузку на последней сохраненной дате. Поэтому такие вот дела. Я все-таки хочу попробовать выжить за третий рэк против Австрии, как бы это странно ни звучало. Против своей же родимой Австрии. И попробовать захватить ее. Поэтому держим в голове, что все-таки я проиграл с первой попытки. А дальше мы с вами продолжим нашу историю. Я решил сделать упор больше на Берлин. Поэтому отправил практически все свои войска на освобождение Берлина. И его же я освободил. Дальше дело было за малым. Нарастить промышленную и экономическую мощь. Создать новые дивизии. И пойти уничтожать австрийские дивизии. Я использовал всего лишь одно преимущество. То, что у Австрии не было людей. Она сражалась без людей. Из-за того, что у нее там начались проблемы с призывом. Оставил после себя плохое наследие. Я делал котлы, уничтожал. Очень-очень-очень трудно было воевать против этой Австрии. У нее дивизии, даже полностью истощенные, сражались лучше, чем мои полностью укомплектованные дивизии. Шаблоны дивизии у нас были одинаковые. У меня плюс еще была ПВОшка в дополнительных. Не важно. Не об этом суть. В общем говоря, ребята, я смог выжить за Германию со второй попытки. Немножко изменив вектор моей истории. Я стал не удерживать Гамбург. Я пошел семи силами на Берлин. Освободил его и уже от Берлина отталкивался. На экране вы сейчас видите, как я уничтожаю свою бывшую страну. А вот она и новая мирная конференция. По итогу которой Германия получила под свой контроль Австрию и всю Венгрию. За эту войну я потерял 3 миллиона солдат. Австрия потеряла 350 тысяч. Во всех аспектах в сегодняшнем ролике победила Австрия. А вас благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если ты досмотрел до конца, пожалуйста, напиши в комментариях, как у тебя данный формат. Стоит ли его развивать и делать дальше? Будешь ты его смотреть или нет? Мне очень важно. Прочитаю все ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok